окно получается у нас можно еще поиграться и создать конструкторе судов универсальные проекты ну допустим корабль перехвата давай тыкнем перехват чё он будет у нас так по счету мало это не очень что у него такое что прям по всему нормально было по броне минус 50 по счету маленький урон так это по счету это по броне так ну давай обычный против брони поставим так плазма одна штука и ракета одна штука так здесь одна броня один щит и так просим и счетов восстановление счетов это архи технология не очень это тоже здоровье взять давай здоровье возьмем чё ну и тактику перехват возьмем коровет да чтоб тебя блять почему так коровет у ней так будем называть у ник у не у не короче авто улучшение сохранить так фрегат так ну тут что я даже не знаю мы воткнуть взрывчатая археотехнология гаусс система урод по счету плюс 50 по броне минус 50 нанитовая автопушка не знаю давай гамма лазер воткнём так тут чё а тут против против щитов воткнём а это броню пробивает по счету меньше а это против щитов торпеду поставил так значит одна броня один щит и две обшивки наверно здесь чё так усилитель не надо восстановление обшивки может взять раз мы две обшивки поставили давай давай поставим как раз 10 энергии так и здесь артиллерия выпускает пускай будет артиллерия фрегат он не сохранить не знаю что попало на делу но пускай больше попало так тяжелые локатор какой-то это мы уже ставили по приколу вот этот локатор короче поставим здесь еще кормовой локатор локатор перехватчик вот этого катара с буквой п короче нахерачим комплекс защитник это у нас чем по броне один втыкаем а сюда вот к нём так это чё это обычный а это против щитов против что давай две штуки вот к нему так мы соответственно чего маленькие но одна плазма и одна ракета так тут два щита две брони и две обшивки наверно так здесь закалка брони обшивка скорость маневренность так бомбардировка система обшивки брони той на нитовую систему ставим да и все так тут у нас перехват шанс попадания артиллерия давай лидию поставим эсминец эсминец у них сохраняем так крейсер артиллерия у нас была уже ставим торпеды средний ставим торпедная палуба орудийная ангарная и хочу ангарной давай вот эту сразу хотя давай ангарная здесь давай чё тяжелые кормовые давай вот это щит броня обшивка пробивание щита ну торпеды ставим так здесь одна ракета 1 плазма как сюда так это оборонительная пв у нас так один такой и один такой еще это штурмовик продвинутый обычный нас в лепенем свой штурмовик сильно не выебывался так тут чё по счету по броне еще и две обшивки наверно по системам наш три штуки короче берем усилитель щитов 1 система 1 и закалку брони 2 так тут у нас чё линия да у нас есть перехват у нас есть торпедоносец у нас есть артиллерия и у нас есть авианосец пускай линия стоит крейсер у не сохраняем так проект крейсер линкор так батарея артиллерия ангар и ангар и ставим так че тут 2 пво тут один тут два корпус корабля носителя и кормовые орудия так че у нас средняя одна ячейка это у нас будет уже дезинтегратор воткнуть но дезинтегратор по приколу подожди вот тут еще есть кстати так один дезинтегратор френ с ним одна плазма одна ракета так по маленьким так древняя система короче одна ракета 1 1 лазер давай так здесь щиты броня и обшивка так но и здесь авианосец наверно так защита значит две таких так по системам усилитель нанитовая система и живая реактивная броня так линкор у нее дальше после линкора титан идет там тут особо выбор невелик так большое орудие а 6 штук тут действительно выбор большой значит лазер плазма потом чё это архива идет гаусс система 1 гаусс 1 кинетическая 1 нанитовая короче что там еще есть 1 космическую фауну короче воткнем так здесь по щитам так всего ячеек у нас 12 так по системам то же самое короче усилитель и нанитова система ремонта так здесь мы наверно возьмем шанс уклонения чё там есть я учу облако на на ботов пускай будет титан класса уди сохраняем так чё ещё у нас есть платформа короче ракетная и оборонительная так по ракетам одну такую одну такую наверно но по этим чтобы археотехнология не втыкать так на нитовая так 486 11 короче вот эти две и вот эти по одной так щит броня обшивка обшивка броня накопитель щитов так платформа уни так пушка два щита две брони и обшивки так усилитель щита нано ремонт реактивная броня не хватает энергии так но значит усилитель даже два усилителя так ну и чё осталось у нас колоссы у нас есть джиггернаут и так и не понял но вот этот наверно потыкаю так значит это у нас против брони одну штуку и обычную гига пушку вот к нём то есть разнообразие будет здесь два таких два таких и два таких так здесь у нас черный лазер короче плазма ракеты гаусс и нанитовая наверно гаусс и нанитовая так что разнообразие прям охеренная было так сколько тут ячеек 8 12 16 21 1 короче пополам наверно щиты с броней потом чё я думаю для джиггернаута не жалко будет замедляющая воткнуть потом чё древняя импульсная 1 немножко 2 1 обшивка так по системам усилитель накопитель ремонт и короче живая реактивная броня так чё у него есть дальность действия наверно будем брать пускай джиггернаут уникальный будет сохраняем так ну все это круто конечно теперь во флотилиях посмотреть что у нас есть так создать платилию так мы пока переименовать не можем ну допустим у нас будет антирой будет а погоди что-то мы еще добавлять не можем а ву карает антирой бригад антирой эсминец антирой крейсер антирой линкор антирой линкор антирой титан антирой линкор предел управляемости 280 допустим чё краветы фрегаты по 50 эсминец крейсер по 10 титан мы пока не можем строить линкор 10 так 24 это по 12 короче пускай пока это флотилия висит линкор ладно поехали играть уже посмотрим сейчас какие-нибудь события почитаем потом уже можно будет по планетам пройтись 310 тысяч надо продавать так покупаем короче все ресурсы так пищи подкупить можно так но самое интересное надо наверно по планетам пройтись столицы все нормально колония 1 нормально колония 2 безработники безработица так куда переселять переселять у нас колония 3 тоже деятельности нету так идеальная тут есть деятельность так с колонии 2 в идеальную переселять полу репает какие-то эти две штуки переселили так тут улучшения все ставим это у нас наука я так понял так приз преступность 3 процента так как у минополис экологический проект континентальный мир будет так это улучшаем так реликтовая колония безработица переселяем на куда колония 3 а нет на идеальную переселяем на идеальную черни какой-то дурачок так рубрикатор деятельность есть улучшаем здание так и пограничные планеты поехали тут деятельность есть тут все есть так пока ничего не будут и достроить так буря не интересно так в разломе что там исследуется так тут улучшаем так как и минополис вот тут кстати высокогорный мир ладно пока тут проблем никаких нет не буду терра формирования никакое делать так идеал это у нас что это курортный мир курортные районы строятся так скорость быстро поставим и эку-3 тут у нас кстати безработный что у нас тут губернаторов никаких нет тут вот сидят какие-то хмыри на эку-2 сидят и на эку-3 не сидят давай кого-нибудь назначим может этого археолога давай археолога назначим так и переселить на куда на идеальную переселить кто не работает негодяй так а что у нас тут застройку наверное надо делать давай наверное будем чё по расчистке у нас расчистку запускаем и сплавы пускай строится тоже каменополис будем делать ледниковый кризис ага последние сводки климатологов с планеты эку-3 вызывают беспокойство по необъяснимым причинам температура поверхности покрытого льдом мира возрастает с огромной скоростью если мы не сможем установить причину такого резкого нарушения равновесия экосистемы обширные ледники планеты растают что приведет к катастрофическим последствиям выяснить выясним конечно так журнал исследуем сразу трещины во льду эку-3 продолжает нагреваться все быстрее и быстрее из-за повышения температуры слои льда начали покрываться крупными трещинами из которых проступает обширный океан к счастью исследователи определили возможную причину такого явления наша деятельность на этой планете ослабила ее атмосферный щит и его прочность уже на пределе еще немного и произойдет коллапс предотвратить экологическую катастрофу теоретически можно значительным сокращением производства так ресурсы от видов деятельности ледниковый период слишком затянулся усилить двигатели ну давай это нажмем для прикола посмотрим что будет каркас мира кольца закончен каркас мира кольца который мы строим в системе вин наконец завершен и хотя многое еще предстоит сделать одно уже завершение работ над этим металлическим каркасом окружность которого составляет почти миллиард километров должно считаться на невероятным инженерным подвигом теперь мы готовы приступить к созданию реальных сред обитания нам предстоит много работы так б а а д улучшить 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 а только две можем достроить понятно устроим так что там у нас разломом было али раскопки дожди он что-то может изучать нет так разлом поехали изучать вот тут бы еще пару систем захватили блок и блок и затянувшийся проект в мире эко-1 ко всеобщему смущению лишь отчасти завершился успехом во время работы в последних нескольких долинах произошла ошибка в распределителе биомассы что привело к созданию больших залежей терраформирующих шлаков они не представляют угрозу для наших колонистов но какое-то время на планете будет тесновато это зараза в класс континентальный мир ну потом расчистим надеюсь так тут идет изучение где это так в разломе что-то вихрь нас накрыл смерч невероятной силы в иллюминаторы невозможно что-либо разглядеть вокруг бушуют вихри и потоки неизвестного газа мы взяли небольшую пробу атмосферы однако результаты анализов сильно отличаются друг от друга либо измерительные приборы дают ошибочные показания либо вещество крайне нестабильно само по себе разломная сфера настолько резко дергается из стороны в сторону что некоторым членам экипажа становится не по себе впрочем одно постоянное свойство все таки присутствует в пробе содержится аномально большое количество звездной материи кроме того мы заметили что на содержимое сильно влияет даже минимальное изменение температуры пока что решено поместить пробу в теплоизолированный контейнер чтобы позднее изучить ее более подробно отправиться дальше или нагреть пробу давай нагреем еще прикольно же так управляет к тунда преступность да преступность так чиновник какой-то чем управляет 4 реликтовая колония так чудес лет берем так физику скорость берем так этот чем управляет а министр обороны ладно ждет назначение классная фигура пускай так наземная стража давай самоделкин будет так у нас куча энергии опять сплава вкупе так безработники появляются опять и куда им надо в идеальную колонию всем вон там деятельность есть конец ледникового периода последние ледники постепенно сползают в океан эку-3 готовится встречать новую климатическую эпоху уйдя под воду растаявшая вечная мерзлота открыла нам целый кладезь ничем не тронутых ресурсов глубинный водолаз океанический мир понятно так значит переселяем в идеальную колонию куда он делся так с колонии 2 переселяем идеальную так что идеальная колония у нас все вроде нормально так минералов дофига так разлом нагрев пробы несмотря на опасность этой затеи мы беспрекословно выполнили указания вопреки возражениям некоторых членов экипажа мы поставили пробу на открытый огонь мы медленно нагревали раствор до тех пор пока не убедились что открытое пламя меньше всего нарушает хрупкое химическое равновесие совершенное нами открытие нельзя назвать иначе как прорывным оно сулит новые достижения в области не только корабельных двигателей но и производства энергии вообще вихревое топливо энергокредиты при 10 процентов кайф так кто это управляет какой-то херней так чему надо планета скорость сбора два единства тут чего не хотят осуждение не надо нам никакое осуждение не знаю просто так тыквы наверно дальнейшее проникновение нашему удивлению мы прорвались через бурю мы попали в область полного затишья на сферу здесь почти не действует сила тяжести а трение равняется нулю после только что пережитой бури мы будто очутились в вакууме где можно спокойно провести ремонт и устранить поломки ученые же потратили целый день на внимательное наблюдение за бурей оставшиеся у нас за спиной оказалось что вызвана она ни много ни мало столкновениями целых звездных систем а и тогда галактик на наших глазах разворачивается катаклизм без преувеличения вселенского масштаба небесные тела сходят с орбит сталкиваются и взрываются погибая одно за другим и оставляя после себя лишь облака из частиц нашему кораблю невероятно повезло что он вышел из этой бури относительно целым и невредимым сложно сказать сколько времени прошло с момента как и вихрь разбушевался судя по тому что гибнут полноценные планеты это началось относительно недавно иначе бы от этой вселенной не осталось ничего кроме пыли дополнительные сооружения ну что да а бункеры уж бункеров по напилить это не давай науку будем тени давай бункеров по наставим 4 бункера снести если что можно всегда всегда так встреча путешествие к центру глаза этой бури оказалось достаточно спокойным впрочем нас все все это беспокоит вероятность не вернуться отсюда живыми ураган набирает силу если верить расчетам бортового компьютера маловероятно что наша сфера переживет даже аварийное втягивание якоря на полной скорости но сейчас есть и другие заботы мы здесь не одни помимо нашего корабля в области спокойствия есть кто то еще или и что то еще что то это неизвестное устройство его природа непостижимо непонятно даже может ли можно ли с уверенностью что то сказать о его измерениях геометрические формы этого устройства переходят во фрактальные узоры сливающиеся в точку передать его конструкцию словами чрезвычайно сложно пока можно сказать только одно скорее всего это механическое устройство а не живой организм хотя здесь присутствует и он устройство не просто висит в пустоте кто то пользуется им у нас на глазах по поверхности загадочного аппарата изящно без видимых усилий скользит какая то сущность словно нажимая на кнопки если бы конечно они были однако вместо этого вперед и назад качаются гигантские контуры повинуясь воле хозяина кажется пока что он нас не заметил процесс управления слишком увлекателен чтобы отвлекаться на мелочи мигнуть огнями или наблюдать мигнем конечно базара ноль почему наблюдать мы же любопытные ребята по кровь ты говоришь да давай сохраним так аватар дальность действия сенсоров продолжительность жизни поклятия загружаемся так сила оружия сила щита два сила щита короче ничего не получили и их с ним так скорость быстро уход загадочного хранилища похоже загадочное хранилище завершила сканирование планеты колония 2 и еще другую в пределах наших границ облегчение для граждан планеты колония 2 космические амебы где это хранилище вообще а вот она бездна вода объявляет войну бездна опять надо чтобы они вот эти две системы хлопнули у них так мигающие огни мы привлекли его внимание экипаж находится в полной готовности чтобы установить контакт мы послали несколько прерывистых световых импульсов во всех возможных спектрах закодировав в двоичную структуру сообщения о наших намерениях сущность бросила устройство и втянулась в совершенно черную идеально круглую сферу возможно таким образом она пытается нам подражать мы заметили что спустя какое то время буря несколько ослабла стоило только отвлечь хозяина пульта согласно расчетам через несколько дней она утихнет целиком после чего с немалой вероятностью схлопнется мы готовы в любой момент вытянуть якорь так колония 3 переселяем на идеальную сейчас аркологический проект закончится будет кайф посмотрим что это такое так так закупим все короче что это такое я это Субтитры создавал DimaTorzok Оно ушло. Существо неожиданно исчезло. От него не осталось и следа, только брошенный пульт. Разразившаяся буря утихла настолько, что нашему кораблю больше ничего не грозит, хотя масштаб разрушений по-настоящему космический. Помолимся же, чтобы оно обрело вечный покой. Теперь мы можем спокойно подобраться к загадочному аппарату. Он сделан из настолько прочного материала, что разбить или даже как-либо повредить его невозможно. Корпусу на магнитах прикреплено несколько устройств, вращающихся с огромной скоростью. Одно из них оказалось закреплено очень ненадежно, и рискуя осложнить себе возвращение из разлома, мы погрузили его на борт с целью дальнейшего изучения. Безотносительно поверхности это устройство вращается настолько быстро, что гироскопический эффект поддерживает его в вертикальном положении. Мы не смогли обнаружить внутренний источник энергии, возможно перед нами настоящий вечный двигатель. Реликвия бесконечный волчок. Офигеть. Как он куда-то еще отправляется? Ну а тут раскопочки есть. Эку-Минополис. Эку-1 в оболочке. Разрастающиеся города покрывают кору планеты слой за слоем. Спустя несколько, всего несколько лет после начала этого грандиозного проекта, уже трудно вспомнить, какой была поверхность Луны Эку-1. Зеленый от растительности, труднопроходимый. Теперь здесь повсюду сталь. На многие милии в любом направлении. Место, когда-то сформированное под действием случая в бездумных и бездумных законах природы, теперь представляет собой конструкцию, возникшую из неукротимой цели. Так, давай посмотрим. Эку-Минополис. Во! Че, у меня 7 районов осталось? Жилья дофига. Че у нас есть? Литейная аркология. Так, Эку-Минополис. Модификаторы от класса Эку-Минополис. Ресурсы. Скорость прироста. Скорость сбора. Скорость сбора механических органических. Ищеки сооружения плюс 12. Так, и что делать? Досуговая. Так, ТМС в единство и блага. Это че? Священническая. Жрецы. Артисты. Так, а че, если снести все? Так, че, у нас 12. По три района поставим всех. Потом чуть по сооружениям втыкаем, а сооружение, короче. Будем тут науку делать, наверное. Чугенные клиники в начале. Так, коммерческие зоны. Пять штук, короче, ладно, пускай все застраивается. Так, секция мира кольца. Так. Ну и завершится это и будем вместе сразу колонизировать. Так, колонии. Давай колонии возьмем, раз в колонии есть. Так, че, они бездну хлопают, да? Так, че, они там? А кого они оскорбляют? Пошел ты в жопу. Так, раскопки пошли. Подземное депо. Наши раскопки почти сразу раскрыли новые тоннели и оборудование гораздо более сложной конструкции. Тяжелые рельсы и шпалы почти не пострадали от времени и лежат в окружении множества артефактов и древнего хлама. Между грудь мусора мы нашли покрытые оксидной пленкой детали двигателя и сигнального снаряжения, совсем как в наших собственных депо. Каждый предмет покрывает сложные геометрические узоры, в которых подчеркивают, что эти детали создавались не только с гордостью, но и с любовью к искусству. О, государство бездна пала. И мне надо срочно на вот эти раскопки ехать. А для этого мы даже, наверное, корабль сделаем. Где у нас тут ближайшее место? Так, научный корабль. Так, кого-нибудь поставим сюда. Так, а как его воткнуть? Археолог. Так, давай вот этого воткнем и отправим его быстренько изучать систему. Так, строительный корабль сюда. Так, раскопки. Вооруженный гость. В ходе раскопок узкого технического тоннеля мы обнаружили тело давно мертвого рептилоида, по всей вероятности погибшего под завалами около 800 лет назад. Его нахождение там оставалось загадкой ровно до тех пор, пока мы не провели осмотр имеющегося у него оружия. Технология, необходимая для создания украшающих его маленький ручной щит клинков, не просто уступает нашей, она также отличается от той, которую использовали строители железных дорог, как и мы. Этот щитоносец прибыл сюда с другой планеты и также проводил археологические раскопки, пока его жизнь не оборвала обрушение сводов тоннеля. Так, я думаю, по флотилиям нашим надо их поулучшать, которые не улучшены, есть у нас. Так, вот эту, например. Линкоры. Титаны. Так. Щитоносец. Заметки щитоносца привели нас к электрической подстанции, которая когда-то обслуживала это депо. Скорее всего, одна из ранних археологических экспедиций нарушила герметичность всего этого комплекса. К счастью для нас, большая часть предметов в нем хорошо сохранилась. Покрытые пылью короба с проводами уходят под потолок, окружая дюжины мониторов. Рядом с одним из них мы обнаружили остаточные следы другой расы разумных существ. В отчетах экспедиции щитоносца упоминается группа мертвых техников моллюскоидов, прижавшихся друг к другу в поисках защиты или тепла. Они также описывают две попытки восстановить подачу энергии с помощью примитивных инструментов, которые уступают нашим во всех отношениях. Быть может, мы сможем закончить начатое, тем самым существенно упростив ход раскопок. Так, на каникулах раскопки. По другому пути, древняя подстанция поразила нас своей сложностью. Мы подали на нее напряжение с помощью портативного фазового генератора. Но последовавшая за этим вспышка активности привела к обрушению части тысячелетнего транспортного узла. К счастью, наш отряд археологов вовремя понял, что происходит, и успел добежать до укрытия. Когда пыль осела, они обнаружили, что часть ранее доступных областей оказалась погребена, но вместо них открылись новые тоннели. Так, изучает, да? Хорошо, что там никаких драконов нету. Так, буря, кредиты в потолок уперлись. Так, минералы. Пищи подкупить. Так, давай изучай быстрее. Звездный рубец тут есть. Так, раскопки завершены. Движение восстановлено. Наши, случайно внесенные в план раскопок изменения, помогли отыскать тоннель, в конце которого, если верить расшифрованным контрольным панелям, стоял поезд дальнего следования. Эти же панели показали, что в расписании движения поездов этому составу был присвоен ряд необычных меток, включая слово, которое мы перевели как «хранилище». Мы отрядили команду инженеров, чтобы они отреставрировали поезд. Археологам редко удается найти настолько большой и важный для понимания ситуации артефакт. Дизайн древнего локомотива поразил нас своим изяществом, но содержимое богато украшенных вагонов превзошло наши самые смелые ожидания. В каждом из них оказался отдельный музей. Поезд оказался передвижной капсулой времени, которую всегда можно было перегнать в безопасное место. На протяжении трех тысяч лет он хранил свидетельства об исторических, культурных и научных достижениях целой расы, чьи представители называли себя пипами. Убежище и рельсы. Убежище и рельсы. Строители железных дорог на луне «Идеал» оставили после себя записи, которые рассказывают удивительную историю. Небольшой отряд мулескоидов-инженеров бежал из своего технофобного мира, стремясь обрести лучшую жизнь с помощью созидательного труда. Они отступили внутрь никому неизвестного пещерного комплекса, позже соединив его многочисленные помещения с системой железнодорожных тоннелей. Пипы боялись, что однажды их всех найдут и уничтожат, и потому копали все глубже, стремясь к безопасности и процветанию. В течение следующих 200 лет численность отступников постепенно росла, а нация на поверхности становилась все более замкнутой и параноидальной. В какой-то момент внезапно возникшее радикальное течение повлекло за собой стремительную милитаризацию в беспрецедентных масштабах. На этом месте хроника обрывается. Даже приобщив к делу отрывочные и неполные записи щитоносца, мы можем только гадать, что за трагическая участь постигла оба народа. Дальнейшие археологические свидетельства или не сохранились, или были намеренно уничтожены. Все, что осталось от пиипов, это их тоннели, их записки и их поезда. Так, исследования, исследования. Отлично, 12 лет. Так. А куда-то плывет опять, да? О, тут проект у нас. Так, строим пропуст. ЭКУ-2 в оболочке. Второй каменополис у нас построился. Так, посмотрим сразу. Так, ЭКУ-1 тут стройка идет. ЭКУ-2. Планетарная администрация. Блага нужны. А тут райончиков не так много. Так, 8. Так, 3. 3 этих 3. Ну и давай, 4 городской. Так, тут, конечно же... Генные клиники. Видите, как они называются? Галотеатры нужны. Притяжение. Буря. Где эта фигня? Купол, пси, корпус. Так, решение может воткнуть им этих блага, чтобы были. Так, ну и науку также будем строить. Опять штук поставим. Пока что. Все, пускай сидят. Так, ЭКУ-3 у нас что, готов? А тут я жилища зачем-то построил, ну-ка. Так, надо снести, значит. А что ему не нравится? А, три района еще построить. Так, заняться. Раскопка места. А что, звездный разлом изучен, что ли? Рубец. Вечная память. Особый проект завершен. Изучение аномальной энергии межпространственных разрывов в системе Тарамба наконец принесло результаты. Энергия, использованная для создания таких порталов, не похожа ни на что, с чем мы ранее сталкивались. Вечная память. 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 органических останков, принадлежащих неизвестной нам разновидности космической фауны. Оказалось, что они были при жизни опознать, чем они были при жизни и каталогизировать находку невозможно. Буря уничтожила все характерные черты. Экстраперфекцион питомец уверен, что тщательная экспертиза останков позволит нам выяснить какому существу они могли принадлежать а заодно, какое воздействие электрическая буря способна оказать на схожие виды космических организмов. Конечно. Так, ты давай сначала проекты изучи. Так, пришелец неподвижен. Что у нас по лидерам? Чиновник. Меня направила вера, чтобы предстать перед вами. Мне пришлось пересечь незримые рубежи. Я оракул ула-стар. Какой будет наша судьба? На одном пути белое пламя пылает в пустоте, на другом лежит тлеющий уголек. Вы встретитесь лицом к лицу с ужасом и погибнете. Впрочем, нити судьбы сплетаются в тонкую веревочку надежды еще не поздно предотвратить злой урок. Спиритуализм. Принцип. Почему вы хотите работать на нас? Он доставит мешочек и бросает в воздух его содержимое. Над головой вихрем начинают кружиться пылинки. Гость торжественно произносит «Я откликнулся на зов. Вы искали меня? Или только собираетесь найти?» Что конкретно вы можете предложить? Из складок мантии ула-стар достает несколько резных костей. Разбросав их по полу, он начинает внимательно изучать резьбу. Но не глазами, а чем-то еще. Я поделюсь своими видениями с правоверными. Я выправлю крен вашего корабля, который вот-вот войдет в бурю. Как вы обрели свой дар? Много лет назад я трудился в глубинах планетарного рудника. Мое зрение было безупречно, но душа оставалась слепой под давлением материального мира. Затем наступил день пробуждения. Внезапный взрыв выжег мне глаза. Другие называли его несчастным случаем, но я понял, что это было провидение. В наступившей тьме мне открылась река времени. Я вижу ее течение и поныне. Так, советник единства дает. экстрасенс. Единство для планеты ресурсы поселения псиоников. Короче, пускай сидит. Так, сохранимся. Посмотрим, что в покрове. Скорость счета единства. Да, единство. О, единство ежебесячно плюс 30%. Отлично. Так, это нам не надо. время на исходе. внезапное и неотвратимое ощущение собственной смертности вдруг охватило археологов. Когда они подобрались ближе к маяку в глубинах, все больше грязи и камней убирается с пути и в подсознании каждого члена команды пульсирует одна и та же мысль. Жизнь скоротечна. Однажды все это подойдет к концу. Медицинское вскрытие Мы аккуратно вскрыли труп, однако принадлежность останков все так же загадочна. Существо настолько сильно пострадало в буре, что пришлось что лишилось всех отличительных признаков, в том числе генетических. Однако в процессе изучения мы стали лучше понимать как устроены космические бури и какое разрушительное влияние они оказывают на чужеродные организмы. Так, раскопки. Очень очень ярко. источником сигнала является инопланетное надгробие, покрытое странными символами. Перевод в лучшем случае примерный. В тексте говорится о ком-то очень важном, о жизни, достойной памяти и поклонения и оскорбящей цивилизации. Ближе к концу перевод становится очень странным. Рассказывает о потере телесных жидкостей из-за скорби и их последующем рассеивании из-за погодных условий. Только последнюю часть удалось перевести дословно. Пора умирать. Содержательная жизнь и счастье плюс 5% классно. Так, ну-ка если автоматизацию его отправить. О, разлом. Надеюсь, он не изучает его. так, старый дефективный пусть горит. Так, это кто у нас управляет реп? Повелитель роботов. Так, счастье, единство. Давай вот это вот, чтобы единство было. Так, это кто? Управляет идеал. Это где курортный мир. Пускай аналитик будет. так, погоди-ка, ты мне... А че? где у меня кораблик мой? Ты давай-ка мне эту систему с разломом. Где она? а че? липы? Я не знаю, а че? или я? Да. липы? 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 так управляет колония 3 мир кольцо закончен инженеры и планетарные экологи завершили работу над последними секторами нашего мира кольца в системе вин создание этого великого мега сооружения можно считать вехой в истории реп ведь мы добились того что раньше удавалось лишь немногим цивилизациям в истории нашей галактики пусть этот мир кольцо служит вечным свидетельством достижений которых ребята добились с тех пор как впервые осмелились покинуть безопасную атмосферу родного мира так мир кольцо ты говоришь да мы будем колонизировать так колонизировать так вот этот со слизнем так а а b c d так здесь улучшаем так энергии дофига связь установлена успех нашим техникам удалось прервать цехл технического обслуживания и сель врата и сель врат системе черная дыра валенда на снята блокировка впервые за тысячелетие в раскоплении будет доступ из нашей галактики как только и врата начали функционировать мы получили сообщение с той стороны это кто такие вообще это этого не может быть врата снова заработали неужели эпоха изоляции подошла к концу мы гармония десанил строители древних врат и эльврат разбросанных по всей галактике мы поставили себе целью создать из них общегалактическую сеть чтобы облегчить распространение галактической цивилизации и способствовать наступлению эпохи мира и межзвездной торговли сожалению ошибка программирования привела к отключению эльврат и изолированию нас в нашем родном скоплении поскольку с нашей стороны эту ошибку было исправить невозможно вы множество тысячелетий ожидали пока кто-нибудь не исправит ее с другой стороны благодаря вам этот день наконец настал ошибка программирования да весьма неловкая ситуация похожие эльврата вошли в запланированный цикл технического обслуживания но так из него и не вышли все квалифицированные техники которые могли прерывать этот цикл оказались на нашей стороне когда он случайным образом запустился отсюда уже ничего нельзя было сделать к счастью наше домашнее скопление является самодостаточным и наша цивилизация спокойно просуществовала до сих до пор мы всегда знали что настанет день когда мы воссоединимся с остальной частью галактики что вы будете делать теперь мы привыкли к жизни в нашем звездном скоплении и не спешим его покидать но мы очень хотим узнать об остальной части галактики судя по всему это довольно оживленное место наше скопление будет открыто для всех путешественников мы просим вас только не садиться на наши необитаемые планеты и держаться подальше от системы полигар расположены в глубине скопления она предназначена только для для десанью или врата были построены нанитами верно нанитами мы не знакомы с такой технологии самовоспроизводящий самовоспроизводящиеся микроскопические машины говорите честно говоря звучит нелепо врата и эль врата как и вся наша цивилизация возникли благодаря упорному труду и гениальности десанью и ничему иному давайте не будем больше обсуждать эту тему до свидания не спешите благодаря вашим действиям мы наконец получили свободу о которой мечтали целые поколения десанью у вас в долгу по сравнению с вашим даром это весьма скромное предложение но мы хотели бы предоставить вам постоянный доступ к нескольким редким ресурсам в нашем скоплении мы ничего не просим взамен и будем продолжать поставлять вам эти ресурсы как можно дольше какие ресурсы где-то или скопления вот она как туда приехать вообще к непонятно разноцветная звезда вы нас инту обнаружила невероятные изменения в реакциях синтеза внутри звезды и букросия причиной которых стала магнитная буря похоже что буря спровоцировала неожиданные ядерные реакции в ядре звезды и в ее конвективных зонах теперь стабильно появляются ценный для нас ресурс сплавы эти сложные неординарные реакции и создают разноцветные вспышки которые мы заметили ранее как бы то ни было здесь еще остается простор для исследований изучать так пускай тоже чем-то изучает о может туда отправиться так разлом изучается разлом это отлично так входящие сообщения так приносим изведения конечно так подожди где а какую можно тогда изучить систему как чудо нас появилась голова зарклана ухты позволяет заселять священные миры нифига себе призвать маленькую флотилию гаши империи так а тут чем бесконечный волчок энергокредиты дает при активации вечное движение на пять лет темп последовательная активная тяга пока вот это было тыкать куда он едет вот она черт изучите не может так разлом развлекательный центр мы прибыли в оживленную звездную систему окруженную многочисленными червоточинами вокруг воздвигнутого в ее центре сооружения огромной ярко освещенной космической станции собрались корабли самых разных форм и размеров вся станция украшена разноцветными кричащими вывесками на непонятном нам языке должно быть перед нами развлекательное заведение где проводятся масштабные представления судя по количеству кораблей в них там аншлаг а как он уйти куда-то хочет еще не могу понять просто осмотрел получается вот или врата у нас тут аномалия так ну ладно ладно этому становиться классно интересно